пацаны вообще лосята молодцы привет всем жаль что вы не с нами а могли быть но ничего вся жизнь впереди сходим на разведочку обязательно поймем что такое осенний поход может быть привлечем вас в зимний поскольку отвечаем на вопросы многочисленных подписчиков это не саботаж не сепаратистские настроения просто пацаны выбрали удобное время для того чтобы сходить в поход красивейшие места красивейшее время года боем является осенью проверить свежеприобретенные спальники на минус 5 и посмотреть как они себя ведут как мы себя ведем при такой температуре все ради группы поделимся опытом и чтобы наши товарищи тоже могли ориентироваться на такие условия такое время года а что касается работы четверг пятница сейчас или суббота время но относительно кто их считает нормально все будет ребят ребят приезжайте всему научим приезжайте на обучение платное всем привет 6 октября 22 года на семинском перевале погода бодренькая лежит снежок высота 1700 над уровня моря ждут нас перевалы и покруче нашем путешествие у нас выбора никакого абсолютно только справляться и превозмогать идет снежок ненавязчивый класс вот наши добрались все ок на дворе ночь будем наше жилище осваивать очень жарко наша старина наш давний кент уильям пацаны мы не простые лоусом готовились поэтому карататься будет этот вечер так жара стоит на улице холодно лед снег на улице лед просто чувак который нас встречал был в зимней ушанке уже в зимней ушанке да здесь просто ничего не видно но очень интересно там уже лед на реке как бы нам вообще себя побороть и выйти из этого домика потому что что-то только как это прогноз погоды противоречивый завтра с утра посмотрим решим может быть просто стоит продлить еще на сутки да не мы настроены решительно победа будет за нами правильно же максимум речь истинно вечерний чаёчек сыпемся короче мурхану сначала по давней традиции сюда на зему 100 процентов потому что сказания сбывается помните мы на елду айры поднимались до дождем макс что сказал поднимемся наверх там будет ясно подтверждаю здоровья всем кто не с нами идет подготовка маршрута финальная смотри вот мы на рой выходим до идем допустим налево до смотри вот она дорога идет 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 сюда мы не лезем на ледник не пойдем идем левее допустим тоже мы идем левее это что-то в районе 2000 идем 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 и смотри направо развилочка и мы спускаемся на машей вид на реку машей есть такой мы кстати видели там как будто скотопрогон какой-то очередной баня укрытие вот вот-вот-вот это где алтайцы где пиво серёга покупал время 8 утра бравые парни готовы выдвинуться на маршрут у нас погодные условия при качи битка скоро в этот раз не пар нагрянем до иди поршка и православный у вас патриот там слава россии красивейшие чуя это время года цвет и все что вокруг и красота класс манта ты стоит мост наш а ройс куда и пойдем я сказал стартуя короче все ребята выходим на маршрутец такая вот красота это чуя а ройский мост неимоверные краски осени тоже надо включать график осенние походы потому как это замечательно красиво свежий воздух посмотрим каково по ночам я измерю горы я измерю горы и я измерю горы верными друзьями я измеряю горы красотой, чем измерить в море, может быть штормами, может быть ветрами, может широтой, я измерю море, вертливой друзьями, я измерю море красотой, уеду я в горы, уеду, с друзьями, которыми я пред... Обряд жертвоприношений. Самое ценное, шнурки вытащили. Вот этот Дэмикс, это они от моста до сюда дошли уже и скинули их, надеюсь, это обратная дорога. Чем прекрасен Алтай в октябре, так это бесплатный проход по Горойскому мосту, экономия, соточка, помимо того, что базы пустые. Уеду я в горы, уеду, и там между морями, небом, смешными покажутся беды и ярче рассвет. Идем к Оройскому перевалу. Интересный подъемчик, пока что такой незамысловатый, по натоптанной тропе. Вот такие уже в тумане белые горы. Как не видно, пока был речком. Макс, как обычно, задает темп. Идем дружно и на комфорте. Пробираемся тропами. Здесь такие заснеженные горы уже. О, ну топали откуда. Пробираемся через осенний лес. Еще порядка 700 вроде подъема. Смотрите, какой настил из листыницы, иголок. Идем мудрячком, не сбивая ритма. Все как мы любим. Классные места. Свежий воздух. Относительно ясная погода. И шикарные виды в подарок. Поэтому неимоверно красиво. Супер. Кого-то увидели. Сейчас будем заметить за ним. А вон какой-то рябчик. На ногах убегает. Жучок. А он бежит просто. Бречь. Бежит, ага, по тропе. По тропе бежит. Он полетел. Слушай, крылья не машина. Вон, вон, бежит. Лед на лужах. Земля мерзлая. Чаще снежок попадается на тропе. Встречаем различных представителей фауны. Такой интересный персонаж был. Птичьего рода. Кто-то такой крупненький. Может быть, рябчик. Может быть, еще кто покрупнее. Интересно. Я думаю, впереди еще много увлекательных встреч. И познавательных. Поэтому будем держать ухи в остро, как и глаза. Солнечная тропинка. Скальный утес. Вообще удивительно. Ага. Это точно. Ну и сама тропинка гораздо симпатичнее. С ковролином, когда она выслана. Чем измерить время, может быть, веками, может быть, разлукой, может, пустотой. Я измерю время верными друзьями, песнями, стихами и мечтой. Уеду я в горы, уеду с друзьями, которыми я предан. А осенью свой гайфа. Хомка, ты что засел? Он думает, что в кустах густых, в траве. Меня не видно. Привет. Он говорит, если я их не вижу, то они меня тоже не видят. Сейчас, если побегу, по-любому за мной тоже побегут. Да, его инстинкты те же. Под ногами уже крупа. Выходим на ледник, короче. Шикарно. Привет, парни. Вот мы добрались и до стояночки небольшой перекусик. Здесь, как вы помните, на кредата набирали водички. Настроение бодрое. Снежочек. Но ребята готовы и к нему. Поэтому сейчас перекусим. Немножко передохнем и пойдем дальше. Сделали небольшой привал. Что-то немножко даже кушать захотелось. Ну, вот такое замечательное место. Красивое. Немножко снежное. Гринтовая пошел водицы набрать. Поснимать. А я вот бутербродик пока сделал. Сейчас подкрепимся. А дальше пойдем. Пока все отлично. Идем к водопою. И спить водицы. Свежайшим. Погода радует. Красота вокруг. Чистый. Свежий. Красивый лес. Солнышко пока на нас не светит. Мы в тени находимся. Но в целом небо чистое. Ребята, в частности, Серега Иванов. Как жаль, что у вас нет рядом. Обалденные места. Обалденная погода. Виды просто неимоверные. Супер. Набираем водичку. Набираем, набираем, набираем. Через край. Привал. Как у бабушки из колодца. Зубодробительный экшен. Хорошее место. Жуем орешки. До стоянки еще. До лагеря. Еще переть порядка 9 километров. Подъем 500 метров. Небольшой спуск. Немечом. Бодрячком идем. Сейчас зарядимся. Позитивом. И в припрыжку. Как мы любим. Включим режим лосей. И напролом. Тропу невозможно потерять. Она подсвечена снегом. Классно идем. После привала. Самое то. Двигаться. На позитиве. Полной мой энергии. Красота. Просто обалденно. Надо чаще врываться. На Алтай. Сегодня 7 октября. И вот такой вот. Ландшафт. Перед нами. Небольшой брод. Туда в долину пойдем. Видите ли вы красоту, которую видим мы? Счастливые люди. Шикарные виды. На горы. На заснеженные горы. Да и вообще солнышко припекает аж. Классно рассказываешь, Максим Андреевич. Я ишенку пожарил с помидорками. Перчиком. Короче, у нас попутчик образовался. Это двухлеток, мне кажется. Вон сюда ушел. Вон сюда ушел. Сигалеток. Ушел, короче, туда. А нам вон туда. Короче, разошлись наши дороги жизненные. Будем пошумнее идти. Ну, вон мишка маленький. Крупные сородичи. Опекуны, так сказать. Сочувствующие ему. Нормально отдыхаем. Да, а вон, смотри, еще один слеток. Короче, взяли дезодорант для медведя. Его любимый аромат. Со вкусом перца чили. Со вкусом перчика. От агрессивных людей. И не менее агрессивных медведей. Возьмем еще сигнал охотника. Ракетницы светошумовые. Будем идти готовыми немножко. Я думаю, потом ее накрути. В плане каком. До конца, да? Да, сейчас не накручивай, чтобы она у тебя в походном состоянии не сработала никак. Может быть, что-нибудь там. Да, потом взводишь, подкручиваешь, гасишь. Поэтому как-то так, ребята. Стоит подстраховаться. Идем позитивненько. Мы чуть-чуть подустали. Кругом снежочек. Дивимся. Маршрута. Прямо к цели. Осталось немного. До верхушки перевала. Километра полтора. Может, даже меньше уже. Ну что, скоро будем. Дошли до неких признаков начинающейся цивилизации. Потопали по снежку. Знатно. Аншлаг стрит. Обещает о том, что кайфы рядом. Осталось чуть-чуть поднажать. Поэтому этим мы сейчас и займемся. Снежок свеж и бел. Чуть-чуть отдохнем. Пойдем дальше. Ничего хитрого в этой схеме. Так вот, в лесочке украли. Следов зверя немерено. Да, вообще. Все гораздо разно. И снуются. Здесь, короче, зайка пробегал. Вообще много кого здесь было. У него Лешка была. Мы с Максом перцы бравы. Гор. Четко. Классно. Вообще, погодка шепчет. Ну и виды соответствующие. Шепчет пацаны. Где-то оттенка. Я прям слушал, слушал. И шепчет пацаны. Пацаны, нормально идете сегодня вечером на лагерь. Поставите лагерь. Поставите кружки. Сварите вкусно, покушайте. Долежите сальцо. Кусочками, ломтями. Кусочками. Пролейте вискариков. Вкусно. С тупочки. Вы видите. Закусите сальцо с черным лягушком. У нас все это есть. Все по плану идет. Слав. Что меня в лагере ждет? Хорошего. Невкусная еда. Ничего тебя там не ждет хорошего. Идешь, чтобы замученный, уставший. И другая ситуация. Такие, как мы. Идете. Кайфуете. Знаете, что вечером вас ждет. Вкусная, полезная, едательная еда. Хорошая компания. Доболь. Померим. Полетел. Да. Конечно. У тебя появляются силы. И ты такой. Аа. И крылья появляются. Ты прям такой полетел. Аа. Аа. Какой-то устроили. Яма. Ааа. Выпрыгнул. Первопроходцы. Знакомый по предыдущим походам амфитеатр, который у нас открывался вид из лагеря. Собственно, в этот лагерь мы и идем. Будет комфортно, думаю. Веселый день. Хороший день. Кататься. Итак, мы на ручье Ештыколь установили лагерь. Сейчас готовимся разжечь какое-то подобие костра. Вот амфитеатр. Андреич идет заряженный спичками. Будет у нас жаришка. Помоемся. Будем чуть погреемся. Будем кушать. А погодка кайфовая. На небе не облачко. Вот что значит карма у пацанов положительная, позитивная. Такие у нас пейзажи в лагере. Снежок свежий. Солнышко светит. Возможно, кому-то действительно показалось, что это снежок. Но нет, это не снег. Это песок, ребят, белый. На самом деле сейчас на улице плюс 35 Дмитрий Николаевич из горячего источника и Ештыколь производит омовение своего тела после сегодняшнего восхождения. Так что все нормально. Не переживайте за него. Ему не холодно. Это точно. Да, Дмитрий Николаевич? Тебе не холодно? Да, да, да. Вот по крикам закадываем. Вот вы слышите, что ему очень жарко. В баньку, в баньку. Дмитрий Николаевич, в баньку прыгай. Давай быстрее. Солнце еще высоко. Готовим с Андреевичем гречу. Уверен, что будет вкусно так же, как и всегда. Красивые пейзажи, конечно, ничего не скажешь. Шорох тенеет тут же на мой крик. Друзья, кричали в ответ впереди. А потом, да, понарастающий. Ой, что сейчас будет, что сейчас будет. Ах, красота. Мороз и солнце, день чудесный. Его надо, короче, на улице подоставить. Подморозить. Песцы. А, ты вон что хочешь определить? Ну, да, его так удобнее будет. Из-за шкурки, а не из-за мясца, охотник подстрелил песца. Ему мораль. Один песец, другин. Друзья, ваше здоровье. Хорошо отдыхаем. Сейчас бурханчику немножко. Вот. Побольше. На хорошую погоду. За Серегу и за Ваньку. Где же вы, мои друзья? С кем мечтали, с кем хотели? Не теряться никогда. Оставаться в теме. Потом уже Чили начинают выдавать. Полярники. Главное, не полярники. Вот так мы отдыхаем. Вот, отличная качественная. Да. Подгорели. Чуть-чуть. Дебрифинг сегодняшнего похода. Такие показатели у наших спальников. Гасим все уже от морозов. Солнце село за горизонт. За гору зашло. Стало, мягко говоря, прохладно. Поэтому наделали грелок и заныкались в палатке. Потому что что-то это холодно. Повторюсь уж я. Ну и спать уже, наверное, пораньше. Надо много сил в такую погоду интересную. Первый опыт, можно сказать, ночевки при таких температурах. Посмотрим, как себя ведет снаряжение. И будем делать выводы. Продолжение следует... День второй. Время 9 утра. Дневник выживших. Было волнительно ночью. Было волнительно. В целом прислушивались к своим... Ощущениям. Ологовым ощущениям. Но в целом ничего. Спальники... Зарекомендовали себя положительно. Потому что было минус 10 минимум. Латка внутри обмерзла вся. Я ночью проснулся. Шапку рисунок на голове поправить. На вынье вся. Вот. Ну, скорее всего, вынье. Потому что теплый воздух, который мы выдыхали. Тут же в виде конденсата оседал. На близлежащих поверхностях и замерзал. Да, короче, интересненько. Главное утро нас радует солнцем. Сейчас оно станет еще чуть выше. И будет еще чуть теплее. Ясная погода. Бурхан за нас. Ручей перемерз даже. Наверное, вчера тут были водные процедуры. А сейчас вот так вот. Вот сегодня неохота в нем мыться. Реально. Потому что нет рядом бани. Сейчас проверим, что с яичками. В смысле, не с нашими? Да, а с куриными. Это ручей Ештыколь. Держать нам дорогу вон туда. Вот на тот перевальчик. И выйдем на каракабак. Я надеюсь, бодро и смело. И окажемся на машеи. Наша яичница. Будущее, я надеюсь. Да, сейчас микроволновку поставим на режим разморозки. И тогда нормально будет все. Ну, короче, пацаны без завтрака сегодня. Да подвезли. Нормально. А, есть? На сверху вот. Ну, ладно. Сейчас совородочка расставит. Да, да, да. Если сейчас не минус, конечно. Это вот красивейшая, конечно. Гора. Система гор. Погода у нас все-таки не такие тапочки, братя. С мехом. А в этих ноги, ну, отрезает. Да, если бы не бабушкины носочки, то было бы совсем холодно. Хорошее утро. Позитивное, ясное. Готовка in progress. Музыкальная сковородочка. Игредиенты. Смотрим. Как все помидорчики чувствуют. Все в норме? Не считаю. Мы как полярники, которых бросила группа на произвол судьбы в качестве наказания. И мы теперь, ввиду того, что мы более мобильные и компактные, с 7-мильными крышками, хотим их догнать и сделать свою месть над ними. Наш белково-желтковый коктейль. Гоголем-моголем. Гоголем-моголем. Гоголем-моголем потчует. О, смотри-ка, сейчас паста. Три звезды Мишлен, понятно, они еще на старте были. Сейчас за четвертую боремся. Из трех возможных. Да, как бы я ни на что не намекаю. Вот, да. Чай холодный. Терапевтические дозы. Чтоб горло не болело. Добрые традиции. Немножко бурханчику нальем. У него. С собратьем. Ну, давайте. А, на отце. Хорошо. Хорошо здесь. Завтрак еще. Вещи наши подсушиваем. Солнышко располагает. Короче, нормлагерь. Альплагерь и солнышко. Вот такое вот блюдо у нас. Не помнишь, что скажешь. Отменно. 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 Красота. Горячая шакшука на природе. Лагерь собрали. Чистота, как будто нас и не было. Только вытоптанная полянка выдает наше былое присутствие. Сейчас попрем. Вон в ту седловину. Ручей, так как до сих пор замерзший, придется обходить тем маршрутом, который он проходится летом. По вот этим большим камням. Классное место. Рекомендуем. Время 11.33. 8 октября. Время подсказывает, что Акемские лоси постоянны. Выходят на тропу в своих графиках. Раньше мы не дергаемся, в принципе. Не каждой команде под силу держаться в таком графике. Все ломятся в 5 утра зачем-то. Поэтому все сейчас повредем. Топаем с Андреевичем по тропинке в сторону вон того перевальчика. Тут, по нашему мнению, скотопрогон вполне явный. И вот там наш лагерь остался. Угучья. Ештыколь. Сегодня будем, планируем быть уже на Маашей, реке. В нашем позапрошлогоднем лагере, где есть дрова, лесочек. Будем сидеть, жечь костерчик. Вспоминать лето. Забрались на пригорок. Там внизу ештыколь, откуда мы стартовали. Да и много всего. Вот на эти горы с другой стороны мы смотрели. Будущее в лагере. Вот так. Короче, здесь вот так. Уже, походу, этот северочуйский хребет. Смиряемся с картой. Пока фоткаем. Вообще классно, конечно. Небо ясное. Куда-то вот туда нам идти. Замерзшее озеро по пути на Каркабак. Не знаю, название не указано. Будем в лагере стоять. Обязательно что-нибудь придумаем. Пойдем на встречу людям. Назовем это озерцо как-нибудь. Но так уже все во льдах. Вообще нормально. Топаем. Температура пока не ясна. Ощущение, что около нуля. Еще порядка 5 километров до Каркабакской тропы. Которая ведет радиалка между Камаршеем и Каркабаком озерами. Нормально. Какие-то крачки взлетают постоянно. Куча следов разной живности. Бодренько. В долину Каркабак. Реки. Там где озера. Выше по течению. Снежок местами по колено. И этими местами трудно идти. А так. Бодрячком. Очередной пригорок. Сзади вот такие виды. Собственно там. Вот смотри. Парит. Птичка. Или это вертушка. Белый вертолет. Ага. Там вертушка летит. Качество камеры не передает. Значит вон там. Каркабакские озера. Так. А вон внизу. Долина Каркабак. Ручья. Туда и пойдем. Да. Такие вот. Горы и скалы. Спускаемся с перевала. В долину Каркабак. Уже все такая. Интересная тропка. Довольно крутоватая. Так вот. Вон коза прошла. Следы. Ну что. Мы на Каркабакской тропе. Время 3 часа. То бишь 15.00. Вот. Мы наконец-то. В долине Каркабака. Тропа которая ведет на озера. А нам туда. В сторону. Машея. За полтора часа. Поглухие места. Шорох теней. Тут же на мой крик. Друзья. Кричали в ответ. Впереди. Сверка. Пламенный свет. Ходит. Что-то ходит. Верята заняли ее. Пацаны. Вообще ребята. Молодцы. Короче. Здесь Каракабак бежит. Там Машея бежит. Там Машея. Там Орой. Там Орой. Там Чуя. Короче. Мы идем бодро. Погода отличная. Солнце сейчас уже сядет. А мы нас ждем. Да. Да. Нас ждет лагерь. Вкусные явства. Напиточки. Долина ручья Каракабак. Непосредственно сам ручей. Это есть наша дорога. К вот этой вот замечательной реке Маше. Она же Маше. Где мы и встанем лагерем. Поэтому сейчас мы в припрыжку спустимся. И будем ставить палаточку. Доготовить кушать. Вот наша тропка. Выдвигаемся. До лагеря. Расчетное расстояние 740 метров. И 140 перепада вниз. Поэтому сейчас мы в припрыжечку за полчаса сделаем. Следы людей на встречу к нам. Очень интересно. Кому кроме нас здесь есть что ловить. Поднимались на смотровую. И спускались. Смотри, след обратно. Точно. Потому что мы же там выше время не видели. Не было. Потому что банька запарена. Думаешь, банька запарена? Ну, очень бы хотелось. Есть. Не знаю, хватит ли на баньку. Но если по старым расценкам. 500 за человека. То точно хватит. Да, нет. Это из области фантастики. То, что нас кто-то ждет сейчас. Где-то. Если батыр, конечно, цинканул куда надо. На мосту уже двое стоят. Два контролера. Один за пол моста сотку берет. Другой за вторую половину сотку. Эх, знакомые места. Кусты. Да. Да. Третий раз умножить на 2. 6. А, ну да. Мы же в этот раз. Не радиальный выход сюда делали. Все. Добрались мы до места. Довольно-таки быстро доскакали. Все. Уже у нас лагерь практически готов. Дело за мало. Другой франь. Нормально. Нам там станет. Завидуем. Вода на помывку Шикардос, сегодня с комфортом отдыхаем, потому что есть огонь, толковый костер. Это уже хорошо, да, Максим Андреевич? Костерочек, ботиночки сушатся, помоемся, чистые вещи сухие наденем, покушать сварим, ну и сами знаете, что там дальше по программе, да, так и есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какие-то неправильные камни... Вам что-то ставят... Вот, мечтай... Силифоном не должен сразу не браться... Так, ну что вам здесь я скажу? А я скажу, что зашибись, гуляем, отдыхаем... Зашибись... Всего-то лишь 12 километров и такая разница, да? Да... Погодний... Наслежающий предель... Лес... Зеленая... Зашибись, что вот так стоит, она греется автострация... Не жар, у нас поход выходного дня, да? Ну... Не совсем, конечно, выходного... А, на нас четверку ехали... Ладно, еще мы в связи были... Ну да... Могли даже счета согласовывать... Не, ну вот... Ну не надо... Что потом... Похожему, вы... В общем, я думаю, что вы спрашиваете... Ну, а кто его... Ну... Ну, я еще не могу. Угу... На. Угу... Не, ну... Угу... На. Угу... Могли... Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха... Неб... Не... Смотрите продолжение в следующей серии. Утро потеплее вчерашнего, но тем не менее минуса есть. Летом это очень многолюдные стоянки, а сейчас не души, кроме нас. Вот они мостики, вот так вот упал уровень и там дальше впадает мошей. Наш лагерь, время 8.30, ждем появления солнышка. Вот он с палатки верхней уже сняли, протрясли, да чуть-чуть подсушится. Насколько это возможно в такую температуру. Будем ждать солнышка. Сушим ботиночки, у нас чаек греется. Поддерживаем огонь в его должном состоянии. Остатки наших дровишек. Хороший вид из нашего лагеря. Вон оно же, солнце выходит из-за горы. И вот уже тень отступает. А солнце, оно вон там, за этой горой. Вот такие вот узоры у нас появляются в кастрюльках. Во время завтрака. В общем, сегодня свежо делаем мы выводы. Да, Андреич? Да. Хоть и свежо, но мы бодренькие. Бодренькие, свеженькие. И добренькие, как следствие. Все, скоро будем выдвигаться. Ну что, ребята, вот и подходят к концу наши замечательные приключения. Как это у нас водится. Немножко грустно, немножко весело. Немножко радостно, да. Да, немножко радостно. Поэтому нас ждут теплые края, теплые места. А мы обязательно еще сюда вернемся. Обещаем. Сто пудово. Нас ждут новые маршруты, так или иначе завязанные на это место. Серега Ивано. Жаль, вы это пропустили. Было увлекательно. Опа. Пикнгасский джаляп. Все. Топаем к месту выброски, к Чуйскому мосту. Недалеко от того места, где Мошей впадает в Чую. Бурхан все еще за нас. За Кавказ и за спецназ. За лосей и под лосиков. Поэтому пройдем, как Петька в школу. Идем вдоль реки Мошей. В сторону Чуйского моста. Наша тропиночка. Я думаю, часика-полтора. И мы будем на месте. Потому что ничего особенного в плане рельефа. В основном спуск. Ну и так, бодренькая тропа. Пробираемся с боями по тропе. Вот изобретение. Венец человеческого развития. Водопровод. Вот такой он. Местами даже со сталагмитами. Вот такая вот конструкция. Нормально. Холодная вода есть. Горячая. Тоже можно сделать. При желании. Прикольно. Кто там? У римлян? У римлян. Водопровод был. Потом у алтайцев сразу же. Винт, Архимеда, все дела. У алтайцев он с тех пор не поменялся. Так же, как наша Нива с 60-х годов. Да ничего. Главное, что работает. Зачем менять то, что работает? Конечно, за счет протечек. Местами. Вода халявная, счетчиков нет. Нормально. Не, слушай, нормально городище расстроено. Да, кстати. Тут просто поселение. Можно скоро им почту у Индеки прислать. Да. ИЖС уже по-любому межует. Категории земель. Да, водопровод есть, уже можно. ИЖС. Да. Главное, мокрые точки не переносить. Чтоб по ипотеке вопросов не было. Вот, скоро уже будем. Уже прям вообще подгребаем. А, вон, дорога видна на ретранслятор. Саму вышку не видать. А, нет, видно. Видишь? Красно-белая такая. Чик-чик. А, вон, ну, слушай, надо высокое, блядь. Ну. Ну, высоковато они забирают. Все, вон, 3000, да, наверное? Ну, да. Судя по легенде. Ну, это что-то типа чуть ниже Каратюрек. Перевала, или там тот же Нижний Шавлинский. Очередная веха нашего пути. Так, где тут кодовый замок? Вон, смотри, следы от шин. Причем по льду уже на моцаках народ тут гоняет. Лихо. Теперь небольшой подъем. Летом тут очень много скота домашнего. Сейчас перегнали на более травянистые поляны, наверное. Братья. Сейчас нас заберут. Без связи сидеть, пуковать. Ну да. На всякий случай. Главное, чтобы они под Чуйским мостом не понимали. Мост Чуйская ГЭС, Акнашская ГЭС. Все, осталось 2 километра. С нашей скоростью пройдем минут до 40. Идем в Отрень. Без остановок. Практически. Так что, нормалек. Скоро нас ждет отдых. Спускаемся к мосту Чуйскому. Это не что иное, как дорога на ретранслятор. Частое место посещений туристов на Алтае. А нам туда вниз, к заветному мосту, где нас ждет УАЗик. Скоро будем в цивилизации. Оттуда мы шли, шли. Вдоль вот этой реки Моашея, она же Можой. Вот тут впадает в реку Чуя. Вот она, зелененькая. Да, в это время года она вот такая, зеленая. Что там, Андреич? Нормально все? Шик. Такая вот калиточка. Здесь тоже мотоциклисты гонзуют. Вот пункт нашего назначения. Чуйский мост. Вот автобан для УАЗиков. И вот наша тропа, которой мы лупим вниз. 10 минут. И мы будем у цели. С Максом на Чуйский мост. Добрались таких. Добрались. Мы добрались до места выброски. Ништяк. Вот награда. Чуя. Классно. Сушка. Нормалек. Неплохой поход выходного дня. Ну, примерно выходного дня. В четверг уехали. Вечером были на базе. В пятницу с утра заброска. В воскресенье обед мы здесь. Поздно вечером, ночью будем дома. Во! Свобода. Бурхан не подвел. Посмотри. Там не контакта. Ниш, 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 ниш. У него видишь, буква Б. Пацаны, сколько можно яблок на вас переводить? Вы что, знаете, какая вкуснятина? Поставили чаек в ожидании выброски. Заменитель сахара диетический. Ждем. Пьем чаечек. Хорошо заходит в такую погоду. Раз чудесно. Класс. Алтай. Ясная погода. Тепло. Такие вот. Горы такие вокруг. Пацаки довольны и щерятся. От солнышка. И от удовольствия. Класс. Роботыр приедет за нами. Подвезет нас до машины. Потом. Переоденемся и поедем домой. Переденемся. Да, поедем. Заедем где-нибудь. Грибочков кутим. За людьми. Груздочков. За груздочков. Скоро у одного братюни днюха. Да. Будем праздновать. Стол будет богат. Отвечаю, грузди будут. И баранья нога. Да. Заранее. Это спойлер. Спойлер. Клево. Ребята. Всем рекомендуем Алтай во все времена года. Ходите, не сидите дома. Здесь классно. Собирайтесь. Кучкуйтесь в компашке и двигайтесь. Столько красоты и чудес во все времена года. Он прекрасен. Желаем вам такого же хорошего настроения, как у нас. А вот и едет наш Эвако-мобиль под управлением смелого Батыра с одноименным именем Батыр, что значит богатырь. Зашипись. Там такой наклон, да, идет. Вот так же он наклоняет, еще когда ресурсы мягкие. Вот так они когда смотрят, как понятно. Тут и не разъехаться. Встречка. Надо шапку кидать, да? В середину пришел, шапку кинул. Поехал, забрал. А Можуйский каскад это где? Это вот, Оройский. Ну тут тоже едешь, наклоняется. Они там все тишина такая. Все так справа, наверное, да? Смотрите, это как-то не страшно. Когда наклон как идет, с этим краем покрышки вот так к ребенку откидываешь. Домик контролера, банька. Вверх поднимались. Прям смотри, тропа-тропа прям вырублена такая. А когда идешь, не воспринимаешь его такой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok